Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Айвазовского. Такую легенду привезли ростовские дайверы с затонувшего 123 года назад корабля. Победа 2-0 и дважды по 1-1. Футбольный Ростов закрыл сбор в Австрии ничьей со словацким тренчином. Гуляли по парку и научились танцевать рок-н-ролл. Мастер-классы для всех желающих проводятся каждую пятницу в Ростовском парке революции. Ростов-Арена лидер среди стадионов Чемпионата мира по трафику мобильной связи. Болельщикам были доступны 20 услуг связи, в том числе совершенно новые для региона и страны в целом. 13 телекомпаний транслировали игры на свои страны в формате сверхвысокой четкости 4К. Обо всем этом в городском пресс-центре Мундиале рассказал министр информационных технологий. За 5 часов работы стадиона в день матча Мундиаля трафик мобильного интернета был равен суточному таких городов, как Азов или Батайск. Это стало возможным в том числе благодаря новым для региона технологиям. В свою очередь технология 5G и грамотная работа связистов сделали доступ к сети Wi-Fi на Ростов-Арене бесперебойным. Гражданин, находящийся на территории, перемещаясь по стадионному пространству, не замечает швов канала связи, переходит с точки в точку, не теряя при этом скорость трафика – это тоже очень уникальная, интересная схема. Впервые в гражданском применении использовали и цифровой стандарт радиосвязи «Тетра», ранее доступный только силовым структурам. Это оперативность управления любых мероприятий, массовых мероприятий, которые мы с вами проводим, поскольку стандарт «Тетра», в случае принятия экстренных мер, он остается работать. Все остальные стандарты могут быть отключены. Министр планирует предложить властям Ростова применять этот стандарт в работе муниципальных служб. Все технологии, которые впервые использованы во время Мундиаля, останутся в регионе как его наследие. Артем Тарасов, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Правительство России объявило свое решение повысить пенсионный возраст, объяснив это нехваткой средств в бюджете. В ЛДПР считают, что пополнить казно можно и другими способами, например, давая гражданство русским, живущим в странах бывшего СССР. Своё несогласие с повышением пенсионного возраста в ЛДПР объясняют несколькими факторами. В частности, тем, что людям после этого просто никогда будет отдохнуть от работы. Возьмите женщину. Когда она отдохнет? На две работы у неё – основная и домашняя. Каждый день готовить пищу. Завтрак, обед, ужин. Кровный год. Люди не могут делать пиерых на субботу, воскресенье. Поэтому женщина ждёт свои 55, чтобы лет 15-20 пожить для себя, для своих детей. А чтобы увеличить доходы бюджета, Владимир Жириновский предлагает бороться с серыми зарплатами и ограничить необоснованные доходы топ-менеджеров. 150 топ-менеджеров получают чуть ли не триллион рублей. Давайте ограничим. Таких высоких зарплат нет нигде в мире. Давайте введём налог на сверхдоходы. Увеличить работоспособное население страны на 15-20 миллионов в ЛДПР предлагают предоставлением гражданства русским, которые после распада СССР остались за границей России. Создать благоприятные условия, и десятки миллионов здоровых, крепких приедут к нам жить и работать. Избыток населения Средней Азии будет пополнять нехватку населения в центральных районах России. Всё это позволит отказаться от решения поднимать пенсионный возраст, уверены в ЛДПР. Елизавета Лосева, Дон-24, Москва, Ростов-на-Дону. Картины Ивана Айвазовского, написанные им на корабле «Генерал Коцебу» и подаренные капитану, лежат на дне Черного моря. И их можно достать. Такую новую легенду привезли ростовские дайверы из подводной исследовательской экспедиции «Нептун». В районе Крыма они исследовали затонувшее 123 года назад судно. Нить Ариадны помогает не запутаться в лабиринте водяного безмолвия. Одно неверное движение, и тишина взрывается илом. А нулевая видимость – потеря драгоценных минут Донного времени. Месяц подводных исследований в затонувшем корабле «Генерал Коцебу» дал экспедиции Романа Дунаева результаты, претендующие на сенсацию. Это те картины, которые утрачены уже практически. То есть есть обрывки, да, они дырявые. А вот дальше, вы видите, рамки засыпаны илом. И они висят под самый потолок. Мы можем делать выводы, что они могут висеть в два ряда. Есть ли среди них подлинники Ивана Ивазовского, пока неизвестно. Но факт. Художник-маринист в ноябре 1869 года на «Генерале Коцебу» отправился через Суэцкий канал в Египет. Он проживал на корабле «Генерал Коцебу», на нем рисовал. Там множество исторических фактов, что он там был. Но мы знаем, что у него была такая привычка, что он некоторые картины, которые рисовал на судах, дарил капитана. Первоначально было найдено 3-4 картины, мы не смогли разглядеть. Потом мы думаем, что их больше десятка. Две недели ростовские дайверы изучали дно Черного моря в 12 милях от крымского мыса Тарханкут. Именно там в 1895 году при столкновении с другим судном затонул колесный товарно-пассажирский пароход «Генерал Коцебу». 113 лет спустя на 40-метровой глубине корабль-призрак обнаружили рыбаки. Они же первые его исследовали и подняли посуду и предметы быта. Экспедиция Романа Дунаева погрузилась в мутные воды Черного за новой легендой. Он находится за 12-мильной зоной. То есть он не в территориальных водах России находится, но в эконом-водах. То есть пришлось сделать кучу документов, оформлений. На арендованный нами корабль пришлось установить специальный прибор, маяк, который пограничные службы приняли у нас. Каждый день делали по два часовых погружения. Исследовали стенки и трюм, ставший уже частью кораллового рифа. А среди россыпи ракушчатого перламутра нашли панно-мозаики. Судно лежит на боку и добраться до заветных картин не так просто. Ил будто законсервировал полотна. И это обнадеживает водолазов Нептуна и феодосийских археологов. Все материалы, которые сделала подводная экспедиция, были переданы подводным археологам. И мы уже будем принимать решения по организации научной археологической экспедиции. Для этого, в соответствии с законодательством, мы обязаны будем получить открытый лист Министерства культуры на право проведения археологических работ. Металлические конструкции судна еще держатся за счет ракушек моллюсков, хотя внутри уже съеден ржавчиной. По прогнозам Романа Дунаева, еще лет 10 корабль пролежит, а потом начнет рассыпаться. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону, Феодосия. Победа и две ничьих. Таков результат контрольных матчей футбольного Ростова на первом тренировочном сборе, завершенном в Австрии. Последним соперником стал Тренчин. Пятая по силе команда Словакии. Статус явно невысок, но начали в Словакии опаснее, и Абаеву пришлось отбить удар с трех метров. Ростов тут же ответил быстрой комбинацией, но Шамуродов чуть не попал в дальний угол. А через полчаса игры у нас случился провал в центре обороны. Игрок Тренчина успел попасть в перекладину и сам же добить мяч в сетку. Игра была жесткая, с множеством фолов. После розыгрыша одного из штрафных Плеев забил, но из офсайда. Пришлось давать задачи, так сказать. К сожалению. И игра свалилась на какие-то отрывки, такие рваные моменты. И футбола было мало, а было больше борьбы. Поэтому, я думаю, какие-то мужские качества такие мы потренировали сегодня, а футбола, я думаю, особо нет. Сравнять счет Ростова удалось вскоре после перерыва. Головой навес замкнул находящийся на просмотре Андрей Панюков, 23-летний игрок «Зенита-2», забивший в прошлом сезоне 14 мячей в 23 матчах. В итоге на сборе Ростов победил 2-0 партизан и дважды сыграл 1-1 с клубами «Раднички» и «Тренчин». И новость из состава. Владимир Дядюн покинул команду по соглашению сторон. Анна Туполева, Дон-24, Австрия. Ростовская фан-зона Мудиаля снова открывается сегодня в 15.00. В 5 часов вечера на большом экране можно посмотреть матч «Уругвай-Франция». В 9 начнется встреча Бразилия-Бельгия. В промежутках между матчами на сцене фестиваля болельщиков сыграют группы «Валенки» и «Шляпники», скрывающиеся под английским «The Hatters». Научиться танцевать акробатический рок-н-ролл может каждый прямо на улице. Вечером каждой пятницы в Ростовском парке «Революции» проходят бесплатные мастер-классы, участниками которых становятся гуляющие. Пружинище или прыжковый шаг – основной элемент акробатического и танцевального рок-н-ролла. Так что именно это упражнение показывают первым. «Коленки у вас должны быть упругими, не надо их зажимать и не надо их сильно сгивать. У вас должны быть сильные упругие коленки и ногами вы должны немножко отрываться от пола». «В 70-х годах прошлого века в Италии возник акробатический рок-н-ролл. Его начали танцевать бывшие балетмистеры, которым было интересно развиваться, интересно делать что-то новое. И экспериментировали, пробовали, строили свое». Экспериментом открыты и здесь. Каждый ученик может предложить свои движения. Так нашла себе партнеров 80-летняя Алла Попкова. «Вот у вас партнер, надо брать пока горячее. Отлично, вот так, под руку супер». Но сначала индивидуальная тренировка. Президент федерации дает возрастные послабления. Пружинить ногами можно без прыжка, но акробатический рок-н-ролл должен быть узнаваем. И визитную карточку, бросок ноги убрать нельзя. «Поднять ножки. Оп, замечательно». В паре с Аллой Попковой тренер по подводному плаванию Юрий Хорошилов, который сравнивает такие танцы с погружением с аквалангом. «Тищена радость приносит. Здесь движение радость приносит». «Да, правильно говори». Партнерша несколько десятков лет танцевала в коллективе, так что ее немного легче. Но основу отработали и вот дебют. И пусть их рок-н-ролл не совсем акробатический, решиться вот так выйти на сцену сможет не каждый. «Отлично, бросочки. Бросочки. Замечательно. Нижняя смена. Вы в эту сторону. Вы сюда. Проходим. Вышли лицом на зрителя». Тренерами здесь могут стать и дети. Условия тоже – предложить что-то свое. «Я научусь этим ходом в школу и чуть-чуть в программу». «С детьми интереснее заниматься, потому что они не так быстро, наверное, реагируют. И этим они больше подкупают и заставляют, чтобы к ним больше проявляли интереса». Акробатический рок-н-ролл профессионалы танцем не считают. Это вид спорта со сложными поддержками и переворотами. Конечно, овладеть такой сложной техникой за пару часов не получится. Но стать частью большого рок-н-ролльного праздника легко. Олеся Слонько, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.